Всем доброго дня, это Гелиосар и биология просто. Учебник биологии живой организм 5-6 класса с авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 10. Сообщество живых организмов, роль растений в сообществе. Какие места обитания живых организмов вам известны? Живые организмы могут обитать в воздухе, то есть атмосфере, в земле, литосфере, куда относится и почва, соответственно в воде, в гидросфере. Также живые организмы обитают внутри других живых организмов. Какое значение имеет свет в жизни наземных растений и животных? Для растений свет является обязательным, потому что без света, солнечного света, растения не в состоянии превращать неорганические вещества в органические, поэтому для растений свет является жизненно необходим. Для животных свет жизненно необходим не является, но является, так сказать, желательным. По той причине, что некоторые животные прекрасно себе живут по ночам, когда света крайне мало. Некоторые насекомые обитают в пещерах, где света вообще нету. Также водные существа, они прекрасно себе приспособлены к жизни без света. Но это такие особенности. И естественно, что такие существа, как правило, являются хищными. Для растений свет обязателен. Как приспособлены организмы к жизни в различных средах? Очень и очень хорошо приспособлены. Каждый организм постоянно приспосабливается к жизни в той среде, в которой он обитает. К примеру, птицы, которые достаточно много времени проводят в воздушной среде, они имеют достаточно очень такие легкие кости, легкие перья. И естественно, их тело, оно достаточно небольшое и очень хорошо приспособлено к обтекаемости, то есть к высоким скоростям для полета. Соответственно, рыбы, они приспособлены к движению в водной среде. То есть у рыб, как правило, тоже очень обтекаемая поверхность тела, так как вода куда более плотная, чем воздух. Животные тоже приспособлены хорошо к передвижению по суше и при этом животные вынуждены приспосабливаться к обитанию. Например, в лесах здесь своя сфера обитания, в пустынях свои приспособления. Естественно, что те организмы, которые обитают внутри других организмов, они тоже хорошо приспособлены к этому обитанию. Живые организмы лесов, лугов, водоемов, болот образуют природные сообщества. Ведущая роль в сообществе принадлежит растениям. Они создают условия обитания для других организмов, служат пищей животным, грибам, бактериям. Взаимосвязь организмов в сообществе. Совокупность видов растений, животных, грибов и бактерий, приспособленных к совместному существованию на одной территории, составляет природное сообщество. В таком сообществе растения служат пищей и средой обитания для животных. Животные, находясь среди растений, оказывают заметное влияние на их жизнь. Так, передвигаясь в поисках пищи, животные обламывают ветки деревьев, вытаптывают траву. Умеренное вытаптывание травы способствует перегниванию частей отмерших растений и прорастанию вдавленных в почву семян. Микроорганизмы и грибы разлагают животные и растительные остатки, способствуя накоплению в почве перегноя и создавая условия для жизни растений. Растительные сообщества и их разнообразие. В пределах одного природного сообщества различают сообщество растений, сообщество животных, грибов и бактерий. Растительное сообщество, совокупность растений разных видов, которые живут совместно, оказывая влияние друг на друга и на среду обитания. Различают естественные леса, луга, степи, болота и искусственные поля, сады, парки, огороды, растительные сообщества. Тип естественного растительного сообщества определяется преобладающей жизненной формой растений. Растения со сходными внешним видом подземных и надземных частей. В лесном сообществе господствуют деревья, в степях засухоустойчивые травы, в тундровых болотах кустарники и кустарнички. Видовой состав растительного сообщества. В одном растительном сообществе совместно живут разные виды растений. Набор видов, характерных для сообщества, называется видовым составом. Сообщества сильно различаются по видовому составу. Богаты видами луга, степи, леса. В тундрах и пустынях видовой состав беден. В любом растительном сообществе есть виды строителей. Они образуют условия обитания для других организмов. Например, в сосновом лесу вид строитель – сосна обыкновенная. В березовом лесу – береза. В дубравах особый микроклимат и условия существования для других растений создает дуб. Рядом с дубом растут ясень обыкновенный, липа мелколистная, клен астролистный. Есть и кустарники вроде лещины, крушины, волчьего лыка. Среди многолетних трав множество также трав вроде медуницы неясной, ландыша майского, копытни европейского. Дубрава наиболее богата грибами. Мхи же в дубраве встречаются достаточно редко. В таких естественных сообществах, как еловые, сосновые, дубовые леса, болота, виды растений настолько сживаются друг с другом, что не впускают к себе сорные и заносные растения. Даже если семена чужаков попадут в сообщество и прорастут, молодые растения погибнут, не выдержав конкуренции с постоянно живущими видами. Искусственные растительные сообщества. Искусственные сообщества включают небольшое число видов, которые не могут существовать без помощи человека. Он обрабатывает почву, поливает и удобряет растения, борется с сорняками и насекомыми вредителями. Для повышения урожайности каждое культурное растение требует особого ухода. Картофель, например, окучивают, посевы моркови, свеклы прореживают, фасоль и горох подвязывают, у плодовых деревьев обрезают сухие ветки, не дающие плодов. Вопросы и задания. Дайте определение природному сообществу и растительному сообществу. Совокупность растений, животных, грибов, бактерий, живущих на одной определенной территории, составляют природное сообщество. Соответственно, совокупность растений, живущих на одной определенной территории, совместно составляют растительное сообщество. Почему растения в природном сообществе играют ведущую роль? Потому что именно растения, собственно говоря, сообщество и создают. Например, деревья создают среду обитания в какой-то определенной территории. То есть сосновый лес создает сосновое сообщество. Смогут ли жить травянистые растения елового леса на хорошо освещенных песчаных почвах соснового леса? Нет, не смогут, так как растения из елового леса приспособлены к жизни именно среди еловых деревьев, а не среди сосновых. Мало того, среди ельника иное освещение, чем среди соснового леса. Чем естественные растительные сообщества отличаются от искусственных? В естественных растительных сообществах растения настолько сживаются друг с другом, что имеют хорошую защиту от пришлых растений. То есть растения, не приспособленные к жизни среди, например, определенного растительного сообщества просто не сможет там выжить, даже если прорастет. У искусственных растительных сообществ такой защиты нет совершенно, поэтому человеку приходится в искусственных растительных сообществах постоянно о них заботиться, подвязывать, окучивать, защищать от сорняков, защищать от вредителей. Докажите, что огород на приусадебном участке – это искусственное природное сообщество. Очень просто. Огород – это совокупность растений, которые чаще всего обитают в самых разных местах. Например, малина и смородина – это кустарники, которые, как правило, обитают в лесах. Различная капуста, морковь, свекла – это обитатели лугов, то есть это обитатели совершенно разных природных сообществ. И, находясь в едином месте, они оказываются совершенно не защищены против различных сорняков и паразитов. И человеку приходится защищать от паразитов, от сорняков эти самые растения, которые обеспечивают уже самому человеку питание.